Здравствуйте, уважаемые друзья! Как вы видите, по вашей просьбе, потому что большинство задают такие вопросы, которые мне приходится отвечать очень многим, одно и то же. Если камера и микрофон сможет передать вот этот шум, меня натолкнул на ваши вопросы, которые вы задаете. Это обыкновенные таблетки валерьяны, которые я позаимствовал на период съемки у мамы. У нас остаются вот такие пустые блистеры, в которых хранились эти таблетки. Фильм, конечно, будет немножко спорным, но я постараюсь сгладить те углы, которые будут потом возникать. В производстве шумовых глазок, которые вы приобретаете и клеите, масса недостатков, которые также присущи тем глазкам, которые я хочу предложить вам. Но в отличие от глазок, которые покупаете вы, эти вам ничего не будут стоить. Как вы поняли, из показанного вот в блистеры упаковки этой таблетки, находится сама таблетка, которая издает шум. Он взят за основу. Мы с вами изготавливали в одном из фильмов вот такие всевозможные глазки, которые применяем при изготовлении наших мушек. Поэтому я взял обыкновенный предмет, который, ручка у меня, узловяз, изготовлен. И нам необходимо подровнять вот эти все неровности, которые у нас возникли. Как вы видите, все очень аккуратненько. Стараемся не повредить фольгу, она нам потом еще пригодится. И аккуратненько парочку подготавливаем для себя под наши глазки. Как вы видите, в идеале мы подровняли, подобрали по диаметру, как вот у меня. Вы видите, вставлены глазки, которые я... И буквально для того, чтобы они у меня не мешали в дальнейшей работе, я капнул капельку клея. Клей желательно использовать. Это вот не реклама, но он сам по себе не дает белый оттенок, он прозрачный. Можно буквально капнуть сверху эпоксидкой пятиминуткой. Но учтите, чем больше вы заберете вот в этой камере воздушной свободного пространства, тем вам сложнее будут изготовить эти глазки. И теперь я беру обыкновенную дробь, но учитывая то, что я охотник, эта вот тройка, как вы видите, она у меня попала полностью заподлицо. И теперь для того, чтобы аккуратненько мне завершить всю операцию, нам надо подровнять всю фольгу, которая у нас осталась, и аккуратненько ее приклеить. Продемонстрирую. Шум слышен. Как и магазинные глазки, так и глазки, которые изготавливаем мы, имеют все тот же недостаток. Вот у нас готов, допустим, будет глазик. Мы его потом вырежем, как нам будет удобно. Это не является в данный момент вопросом. Вот сама вот эта пластмассовая часть при поклевках рыбы, в частности щуки, приходит сразу в негодность. Поэтому необходимо, после того, как вы приклеите эти глазки на стример, нам необходимо будет взять и всю головку, там, где приклеены наши глазки, залить хорошо эпоксидным клеем. Только лишь в этом случае, если вот сверху у нас будет находиться эпоксидная смола, наши глазки прослужат долго и счастливо. В таком варианте, в котором приобретаете и вы в магазине, и вот такой же, как я показываю, вариант без эпоксидки, это буквально 2-3 поклевки, и попадает туда влага, и шарик, естественно, наш залипает и не издает шума. Пробуйте, экспериментируйте. Мое мнение по поводу всех этих шумовых глазок, они абсолютно, ну, будем говорить так, на качество поклевки не влияют. Если вам это необходимо, пожалуйста, изготовьте дома, пробуйте и наслаждайтесь. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.